Человеческий мозг обычно задействуется всего на каких-то 5 или даже 2%. Разные ученые об этом говорят по-разному. Мы живем по времени, действуем последовательно обычно в жизни, в повседневной жизни, поэтому мы задействуем больше левополушарные свои способности. Левополушарные функции у нас кардинально отличаются от правополушарных. К левому относятся логика, анализ, системность, действия, последовательные действия, жизнь по времени, ощущение времени само тоже к левому относятся. А вот среди правополушарных функций все, что связано с образами, то есть интуиция, творчество, сны, мечты и так далее. Главным достоинством правополушария можно считать его умение воспринимать целостный образ и обрабатывать параллельно огромное количество информации. Это может проявиться как в вождении автомобиля, например, человек с хорошо развитыми правополушарными способностями, потому хорошо вводит машину, что он умеет видеть целостный образ дорожной ситуации, как пространственно расположены там автомобили, задействует знаки, воспринимает всю картину целиком. Способности правополушария лучше всего развиваются с помощью творчества. Рисование из всех видов творчества является самым эффективным способом развития правополушарных способностей, видимо, потому что у нас максимум информации, поступающей к нам извне, то есть порядка где-то 80%, поступает к нам через зрение. И задействуя этот мощнейший канал обмена информацией, мы развиваем максимально свои правополушарные способности. Существует комплекс методик, именуемых правополушарным рисованием, который позволяет за очень короткий срок научиться рисовать. То, что человек научится рисовать благодаря этим методикам, это является всего лишь следствием, таким показателем того, что у человека развелось правополушарие и открылось его творческое начало. С помощью этих методик можно обучиться рисовать всего за 5 дней. То есть человек, вообще никогда не умевший рисовать, который, ну, с детства там, может, не брал в руки карандаш, придя в первый день и нарисовав, как обычно, палка-палка огуречек, через 5 дней он выходит с готовым автопортретом. Ну и обычно люди выходят вдохновленными и готовыми творить. Последние 10 лет я активно занимаюсь художественным творчеством. Однажды я обнаружила правополушарное рисование и стала вникать в суть этой методики. Мне стало интересно, чем правополушарное рисование отличается от традиционного рисования. И изучив некоторое количество имеющихся материалов, я сделала выводы, что традиционное рисование не учит нас. То есть оно учит рисовать, но оно не развивает при этом целенаправленно правополушарие человеческого мозга, ну и творческие способности. Поэтому не у всех выпускников вузов развиты достаточно хорошо. Если вы хотите добавить ярких красок, позитива и креатива в свою жизнь, приходите на правополушарное рисование в школу рисования таланта «Да». Мы будем рады вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова